Ну и продолжая тему мобилизации в России, например, мэр Якутска Евгений Григорьев пообещал семьям мобилизованных в городе бесплатный овощной набор. Его могут доставить прям на дом. Вот всяческими способами пытаются за уход на украинском заманить. Ну, завлекают, заманивают чем могут, могут немногим. Единоразовый овощной набор, конечно, вряд ли спасет. Ну, а потом может пойти суп, суповой набор. Но это уже после мобилизации. Но все же не только, конечно, вот этими пряниками и овощными наборами, да, живыми баранами заманивают свежемобилизованных на военкоматы. В основном на них в России охотятся. Как это делать, нам поможет разобраться Руслан Болгов, эксперт по безопасности, по кибербезопасности. Руслан, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Да, Руслан, смотрите, ну вот сети полны видео, где полицейские в Российской Федерации ловят мобилизованных. Но мы же сейчас прекрасно понимаем, что в 21 веке, в веке цифровых технологий, просто прийти домой по указанному адресу, привезти военкомат нужного человека, это не единственный способ охоты на них, да. Что еще используют? Как им помогает диджитализация? Ну, довольно-таки все просто. Вы прекрасно знаете то, что на сегодняшний момент распознавание, например, лиц по камерам видеонаблюдения не составляет большого труда. То есть современные технологии дают это возможность. Вы все прекрасно знаете, как это работает на примере социальных сетей, когда вас отмечают определенные фотографии, либо алгоритм сам вас делает. По тому же самому принципу работают и камеры наблюдения, отслеживая то или иное лицо по физическим параметрам, по ведическим параметрам. И если есть определенные данные, начальные, то есть фотография человека и его данные, они забивают этот алгоритм в поисковик по единой, например, системе, которая существует у них, либо не существует по регионам, которые есть, и могут отследить перемещение того или иного лица от точки А в точку Б. А в каких регионах России вот эта система видеокамер наиболее развита? Ну, обычно это центральная региона. Подскажем россиянам, где прятаться лучше. Прятаться где-нибудь либо за границей, либо где-нибудь в таких глубинках, там где не то, что диджилитации нету, там даже электричества нету. То есть где-нибудь у бабушки на хуторке можете спрятаться подальше от этого всего. Ну или как некоторые россияне говорят, я лучше присяду 3-5 лет, отсижу себе спокойно и никуда не поеду. То есть для понимания на сегодняшний момент, насколько я знаю, только одно уголовное дело было заведено, и то было закрыто за уклонение. Поэтому вот вам простой алгоритм. И второй алгоритм, который мы уже видели, да, один парень застрелил военкома, в итоге он получает 10 лет, а за уклонение не пойти на войну, если я не ошибаюсь, там начинается усиление, там до 15 лет. В любом случае заходит в хату за позитивную статью, вот вам еще один лайфхак, как не идти. То есть все довольно-таки просто для них, если вы хотите избежать стать пушечным мясом, либо спрячьтесь, либо просто забейте. Ну ваш призыв логичен, но позвольте нам его пока не комментировать, хорошо? Да. Все-таки можно бороться как-то с системой отслеживания человека по поводу камер, не знаю, может как-то эти камеры отключать, носить балаклавы. И на самом ли деле, вот что, вот можно вот так сесть, отследить человека и прийти его забрать где-то, или там, не знаю, остановить машину, на которую он поехал и так далее? Отследить машину еще проще, во-первых, там есть другой алгоритм действия, вы прекрасно знаете, как у нас работает, система штрафов, например. А потом уже алгоритм, выцепляя номер машины, можно отследить ее полностью передвижение. Это первое. Второе. Вы понимаете, что есть параметры, помимо того, что есть биометрика. Да. Люди, там, 80 где-то признаков лица, по которым можно сопоставить определенного человека с хорошей фотографией с тем человеком, который попадает в камеру наблюдения. Также есть физиологические и поведенческие параметры. Например, рост, как себя ведет, хромает или ничего, что-либо делает, в чем был одет. Так ищет людей, которые потерялись, например. У нас тоже такой алгоритм есть, мы прекрасно это знаем, когда в метро отслеживают людей потеряшек, которые ищут. Тот же самый алгоритм используется и там. Вопрос в другом, что это нужно делать точечно, забивая параметры массивной информации, это слишком большой объем работы. То есть, а это все, в принципе, делается точечно. Но, вы не забывайте, что есть лицо, которое должно быть изначально уже установлено. Просто так взять, фотографировать человека на улице, обследить его можно, но установить для этого нужны определенные базы, где будут данные человека, который является на данном снимке. Ну, общий вывод можно сделать такой. В 21 веке, во время цифровых технологий, всеобщей диджитализации, переодеться в женское, как и Ринске, медленно направляться к границе, уже не вариант. Если тебя загранировать, то вполне возможно перестать. Руслан, давайте немного сменим тему. Кибербезопасность. Кибервойны традиционно для России не менее мощное оружие, чем ракеты и беспилотники. Какие сейчас мы наблюдаем в ходе нашей войны, какие атаки в киберпространстве осуществляет Россия, против кого они направлены? Ведь у них есть уже много и врагов, как они считают, в Европе, которым они хотели бы навредить. На что направлены их кибервойска сегодня? В первую очередь, конечно, в Украине. Самое мощное оружие, которое есть, это непосредственно информационное, то есть инфоатаки. Помимо того, что есть на определенной критической инфраструктуре, пытаться донести через паблики, взлом систем, попытание инсайдерской информации через людей, которые находятся на местах. Это самый простейший способ фишинга, получить доступ к определенным сайтам, инфраструктуре и так далее. Они пытаются это сделать. Единственное, конечно, в нашем позиции большой, огромный плюс, то, что на нашей стороне почти весь мировой хатинг, у них же только их киллнеты и так далее. То есть это сопоставление где-то 90% к 50% у них. То есть силы явно не равны. Направление есть. Самое главное, это информационная гигиена, которая должна быть у людей. То есть фейки, пропаганда, которые запускают и пытаются запустить это через официальные источники. Если вы помните, когда на одном из наших телеканалов допустили строчку, то, что Зеленский призывает всех сдаться. То есть это нужно отслеживать. Естественно, у нас страна довольно-таки критического мышления. Мы прекрасно понимаем то, что такого заявления сделать наш президент не мог. И с наших телеканалов такое нести никто тоже не сможет. Тот же самый злосчастный дефейк, который они сделали, ну, это была Каструбада так сморганена, что мы это просто поднимаем на смех. И эти потуги довольно-таки у них слабо развиты. Но есть люди, которые в это могут поверить. Поэтому, пожалуйста, всегда мы отслеживаем первоисточники, изучаем официальную информацию. Так же самое, если есть какой-то вброс, например, от официального источника, первое мышление вы должны понять. Возможно ли сломали эту систему и запустили какую-нибудь дезинформацию. Перепроверьте другие информационные источники, которым вы доверяете, официальные источники. Возможно, есть уже опровержение того или иного информации. Поэтому всегда перепроверяем и думаем критически сами. Если вы не уверены в своих возможностях, спросите у тех, кто в вашем окружении. В этом занимается и более подкованный в таких планах и в таких вопросах. Руслан, скажите еще пару слов буквально о правилах поведения в соцсетях сейчас. Потому что в соцсетях разжигаются и баталии, тоже вбрасываются фейки и так далее. Объясните людям, на что не нужно отвечать, что нужно сразу удалять, кого нужно блокировать и так далее. Самое первое правило. Как идет информационная война? Когда боты, тролли вкидывают определенную информацию, люди читают заголовок в основном. Либо вот призыв, внимание и пошли там. Какой угодно может быть заголовок. Чем больше вы начинаете пытаться общаться под этим постом, тем больше вы выше его поднимаете. То есть ваше ярое патриотическое движение, которое вы хотите доказать кому-либо, вы поднимаете эту публикацию вверх и ее читают. Самый лучший способ борьбы с дезинформацией, с такими вбросами, это игнор. Чем меньше вы игнорируете, тем меньше видят эту публикацию. Все. Люди далее не читают заголовков, далее они не переходят по ссылкам. Более того, еще меньше переходят по ссылкам и читаем эту статью до конца, где написано, типа, ребята, я пошутил, это все была ерунда, к примеру. Поэтому, если вы уже хотите сделать репост, рассказать кому-либо, изучите этот вопрос полностью от А до Я и найдите первоисточник, найдите официальную информацию по тому или иному публикации. Тогда вы сможете как-то общаться и вести дискуссию. Если же вы просто сделали репостик, то вы смогли сделать просто помощь оркам в распространении той или иной информации, которая может повредить нашей стране. И также самое обязательно, самое главное условие на сегодняшний момент, хотя, надеюсь, на восьмом месяце войны все это уже поняли, ни в коем случае мы не публикуем информацию о прилетах, о работе ПВО и так далее. И тому подобное. Все, что касается перемещения нашей техники, пожалуйста, закройте свой ротик. Если вы знаете лица, кому вы можете отправить, отправляйте эту информацию непосредственно туда. У нас есть много уже приложений, которые помогают людям, которые не знают, кому отправлять. Есть приложение, нажали кнопочку, отправили информацию, которую вы знаете. Все. Этим самым вы поможете. Но если вы будете публиковать и делать, вы разводите панику, вы можете привести дезинформацию, также сам вы можете помочь оркам узнать о том, что у нас произошло. Те же самые, как свежие шокиды летают. Молчание золота, особенно во время войны. Спасибо вам, Руслан, за этот разговор. Руслан Болгов, эксперт по кибербезопасности, присоединялся к нашему эфиру.